так себе настроенница немножко поднимает настроение такие виды но не сильно всем привет сегодня то ли 15 то и 16 может быть даже 17 декабря точно не могу сказать когда живешь деревне как-то за датами не следишь ну что друзья кучка наша с дровами на месте в общем решил я сжигать вот эти не совсем сухие дрова в гараже вот перекладывать не буду но лишняя работа сейчас здесь снег почисти вот эти сырые дрова холодные мокрые неприятные перекладывать вот сюда чтобы сюда перекладывать нужно здесь сначала тоже все почистить да понимаете как бы дураков конечно работа любят то бишь нас но я решил здесь вот немножко силу поберечь и заняться другими видами работы мне тут куча всего чего нужно делать начиная от клеток для брюлеров заканчивая монтажом видео для вас вот но хотел чего сказать сегодня хотел сказать что это птицеводство такая скользкая тема ребята вот в одном месте устаканится вроде бы все нормально становится в другом начинаются проблемы о чем я я о том что последний вывод наш бройлера так себе так себе каком смысле вот они здесь сидят камера наверно запотела да немножко сейчас секунду ну что вот так получше вот здесь наши цыплятки сидят сейчас мы с вами о них поговорим о проблемах которые у нас возникли а пока покажу вам вот ленины несушечки такие уже вот большие здесь девчонки насколько мы можем различить их в данном возрасте здесь тоже девчонки часть отсюда была продана часть осталось и петухов я пересадил на откорм вот в бройлер ную клетку на ниппельное паение едят пока пока едят финиш южной короны вот такой финиш вентиляция заработала слышно вам вот включилась вентиляция сейчас протянет таймер у меня установлен 7 минут работает где 20 минут отдыхает в таком режиме окна приоткрыты вот здесь вот видите видно вам нет зимнее проветривание на одно деление почему вентиляция поднята я наверное постараюсь сделать отдельное видео рассказать что сейчас по вентиляции у меня здесь на данный момент установлена и как работает и вот на приток сейчас зажигалка есть сейчас посмотрите если мы зажигалочку так зажжем вот видите вы можете наблюдать как тянет этот бройлер идет на забой буквально через дней 5 возраст у него в районе 40 дней я даже точно не могу сказать я уже даже как-то и не считают ну растут они растут вижу что более-менее подходящего размера значит идут на забой то есть партии они у меня уже слились много партии в одну я уже как бы потерял насчет времени когда что тут у нас выводится когда что забивается получилось так что буквально дней 10 назад мы уже убрали такую же по объему партию бролера и вот следующее уже на подходе ну ладно давайте к нашим проблемам ну как бы проблемы не очень большие но они есть хотя чем сравнивать конечно вот наши цыпы вывелись они 5 дней назад и начиная с первых суток убираю я вот так вот штучек по 10 в день цыплята отсюда вроде бы знаете как вот в общей массе нормального вида цыпленок но периодически появляются вот такие вот экземпляры видно что ему не очень хорошо и потом они превращаются вот таких чем это связано для меня загадка яйцо чешская коп 500 это инкубатор тот же самый режим инкубации те же самые условия высаживания в брудер те же самые корм тот же самый пропойки те же самые витом плюс витамина а результат другой на что грешить но не знаю ребята честное слово не на что мне больше гуры грешит как на качество яйца очень не часто но бывает проскакивают партии цыпленка вот с такими проблемами все как бы до стандартно но на какой-то партии проскакивает пойдешь вот причем такой значительный пойдешь вот в данной в данной партии получается у меня где-то в районе 50 уже отъехала до из 450 соответственно этот цыпленок продается клиентам клиент тоже несет потери и как бы претензии к нам до соответственно это к вопросу насколько выгодно заниматься инкубации и продажи суточного цыпленка ну благо такие партии не очень часто но они встречаются и какой-то закономерности и причин почему так происходит я для себя не выявил на данный момент так все это можно снять уже тряпку им уже много лет не замерзнут так что такие вот проблемки у нас на данный момент с цыпленком будут забирать еще этого цыпленка соответственно скорее всего какие-то потери будут но потери уже будут я надеюсь в меньшей степени у людей у клиентов у наших потому что основной процент падежа на молодом цыпленке мы уже себе забрали получается то есть основной процент падежа происходит как раз если вот такие проблемы ну где-то дня может быть до 7 но по опыту я надеюсь что эта партия не будет исключением вот как бы в данном разрезе ситуации но не знаю посмотрим посмотрим вот объяснять как бы можно клиентам клиенты разные многие понимают ситуацию что в принципе яйцо мы не сами производим что поставили то инкубируем не знаю может быть я напрасно на это грешу дела на яичко как бы да на яйцо простите каких-то других изменений в процессе получения этого цыпленка у нас не было вот ну в общем то что какой вывод делаем повлиять на это по всей видимости не мы не вы не можете поэтому все мы с вами в одной упряжке и нужно понимать что есть хорошие партии как вот предыдущие две допустим до клиенты многие сто процентов цыпленка сохранили которого у нас приобретали а есть партии вот такие и соответственно риски наши с вами общие не знаю что тут еще можно сказать неблагодарное это дело птицеводство это определенно если у вас бролер не дохнет у вас дохнет цыпленок если у вас бролер не дохнет цыпленок не дохнет вы не можете продать мясо многие да что еще ну короче геморрой это все так что сто раз подумайте перед тем как заняться заработком на птице ну мой вам совет разбираться с причинами можно было бы конечно поэтому цыпленку вести там на какие-то исследования ветлабораторию но это нужно ехать в владимир времени нет на это если будет пойдешь продолжаться тогда да тогда поедем но ситуация это не новая для нас такие партии у нас бывали уже но цыпленок который выживает он в принципе нормально растет нормально набирает с этим проблем не было посмотрим как в этот раз произойдет всегда есть риск попасть на плохую партию бролера а там уже сами решайте заниматься выращиванием или нет потому как плохая партия бролера может съесть ваш доход за предыдущие две хорошие как-то так невеселый ролик получается но как есть рассказываю все друзья прорвемся всем пока но пасаран 10 секундочек позитива у нас новая поставка яйца будем инкубировать и надеяться что она вот такое